И снова рекорд. С каждым годом количество журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию президента России, возрастает на этот раз. В Центре международной торговли собрались почти полторы тысячи представителей российских и зарубежных СМИ. Пресс-конференция Владимира Путина – это уникальная возможность для каждого журналиста напрямую задать свой вопрос президенту. И каждый старается привлечь внимание как может. Но на этот раз коллеги оказались более сдержаны. Нет мягких игрушек или какой-то необычной атрибутики. В основном вызвать интерес стараются плакатами и яркой одеждой. Серьезный настрой сохранился на протяжении всей пресс-конференции. Кому из-за кулпера предоставить слово, глава государства по большей части выбирал сам. Первый вопрос о ситуации в российской экономике. «Все познается в сравнении», – ответил президент. По сравнению с прошлым годом, серьезный рост отмечается в машиностроении, сельском хозяйстве, химии и легкоперерабатывающей промышленности. За последние месяцы выросла реальная зарплата жителей. А инфляция в этом году будет рекордно низкой. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году. Это было 6,1. В этом году у нас будет уверенно меньше 6. Скорее всего, мы так думали, что где-то будет 5,7-5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Внимание Владимира Путина привлек в локат с надписью «Экология». Следующий год в России объявлен Годом экологии. И в ближайшие дни запланирован госсовет, на котором обсудят тему «Экология для будущего поколения». Журналистов волновало, как будут воплощать в жизнь планы по сохранению окружающей среды. Глава государства большое внимание уделил лесам. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в этом смысле экологии страну. Меня очень беспокоят и загрязнения, очень беспокоят огромные вот эти свалки. Мы совсем недавно на форуме Общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили. Я сейчас не буду занимать время у всех собравшихся, и других вопросов много. Но вы знаете, что здесь есть определенные планы у правительства. Мы будем все это осуществлять. Прозвучал вопрос о налогах и различных сборах на капремонт, платные медицинские услуги, дополнительное образование. Если с налоговой системой все ясно, налоги на доходы и имущество в России – одни из самых низких в мире, а вот насчет остальных сборов еще предстоит разбираться. От журналистов звучали самые разные вопросы. Это и цены на нефть, и поддержка отечественного производителя, и импортозамещение. Но все же красной нитью пресс-конференции проходила тема ситуации на международной арене и внешней политике. Очень много вопросов озвучили иностранные журналисты. Всего же президент ответил примерно на полсотни вопросов, а сама пресс-конференция длилась 4 часа. В завершение Владимир Путин поздравил всех с наступающим Новым годом. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Москва.